Сегодня я пришел посмотреть кино на бок о бок, и у нас, можно сказать, это уже стало традицией. Я постоянно посещаю, стараюсь не пропускать ни одного такого мероприятия, и эвакуации уже стали, можно сказать, традицией. Никто, естественно, ничего не боится, и совсем скоро, как это уже было неоднократно, нас всех запустят, и мы сможем посмотреть хороший фильм. В этом году они, вот все эти минировщики, они вообще, я считаю, превзошли, да, все, что можно превзойти, потому что они фактически, ну, скажем так, заминировали, как они это считают, да, целый отель. Это же такая серьезная сеть от мировых, мировая сеть отелей, сокос, да, и посмотрим, какие будут последствия, потому что это полное безобразие. Полиция приезжает, две скорых приехали, пожарные приехали, и все эти люди сейчас, они отвлекаются от реальных дел. И, конечно, с этим надо разбираться, я надеюсь, что в этом году это будет расследовано, и люди, которые вот это ложное минирование производят, они будут найдены и наказаны. Я, как депутат муниципального совета, буду писать обращение к прокурору города и в другие следственные органы, чтобы они провели эту проверку. Мы продолжаем развивать фестиваль, у нас все больше и больше зрителей, у нас все больше и больше команда помощников и помощниц, у нас все больше и больше партнеров, и это здорово. Кинофестиваль этого года посвящен теме гендера, посвящен теме перехода гендера. Эта тема в российских СМИ достаточно замалчиваемая тема, поэтому для нас, например, важно дать площадку именно обсуждению тем трансгендерных людей. Это родительство трансгендерных людей, а также принятие транслюдей своими семьями, близкими, окружениями. И, конечно, это правозащита. Мы показываем и фильмы о защите прав ЛГБТ. Например, в этом году 50-летие Стоунвольского бунта, и Стоунвольский бунт стал отправной точкой для вообще всего ЛГБТ-движения во всем мире. Этой теме будет посвящен фильм «Стоунвольское восстание», который мы покажем в воскресенье, после чего будет дискуссия о ситуации с ЛГБТ, с правами ЛГБТ в России и в мире. Кинофестиваль «Бокумбок» за всю историю своего существования часто встречался с сложностями, с трудностями. Оппоненты, которые пытаются помешать нам, действуют, как правило, преступными способами. И мы всегда стараемся их привлечь к ответственности, мы всегда стараемся заставить полицию возбудить дела и расследовать эти преступные действия. В прошлом году произошло сообщение от депутата Милонова о том, что захвачены заложники при открытии кинофестиваля «Бокумбок». Это уголовное дело долго не возбуждали, и в этом году мы обратились в суд. И при рассмотрении дела в суде прокуратура Центрального района отменила отказ возбуждения уголовного дела и возбудила уголовное дело. Сейчас это дело расследуется. Второе дело связано с ложным минированием пространства Пальма, которое произошло в прошлом году. И это дело тоже удалось возбудить. Из полиции в суд пересылались неоднократные материалы, и в конце концов за год рассмотрение этих дел все-таки дело было возбуждено, чему мы тоже несказанно рады. В Москве в мае 2019 года было три сообщения ложных об актах минирования, и также удалось возбудить эти дела. Нужно сказать о том, что в этом году почему такой прогресс? Потому что ЛГБТ-организации объединились, объединился кинофестиваль «Бок-обок», ЛГБТ-группа «Выход», российская ЛГБТ-сеть. Подключились не только ЛГБТ-организации, а также союзники, в частности, уполномоченные по правам человека в Петербурге. Также направляли обращения правоохранительные органы с просьбой привлечь внимание к этой ситуации. Поэтому с разных сторон были обращения, этой ситуации постоянно говорили, поэтому удалось добиться этих юридических побед. Продолжение следует...